МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Я ее ведущий Юрий Чернецкий. У нас второй эфир с пастором Сергеем. Приветствую, приветствую, пастор Юрий. Очень приятно. Снова рад видеть в Крещенчурч. Велкам бэк. Спасибо, очень приятно провести целый час в эфире и поговорить о событиях, на пороге которых мы стоим. Есть о чем поговорить, совершенно верно. Друзья, прежде чем мы приступим к интереснейшей теме, возможно, вы будете видеть эту программу в повторе, но я сделаю анонсировку, о чем мы говорили несколько раз и до эфира, и в течение двух практически последних недель мы готовимся к запуску прямых эфиров проповедей пастора Сергея на телеканале «Импакт» по воскресеньям. Это будут, подчеркиваю, прямые эфиры. Каждое воскресенье, начиная с 16 октября, с 12 часов 30 минут Тихоокеанского времени. Повторяю. Это анонсировка о том, что служение церкви, в частности, проповедя, в прямом эфире, церкви в Christian Church будут транслироваться в 12.30, каждое воскресенье, прямые эфиры. Друзья, вы не ошиблись, это будет идти не в повторе, это будет прямой эфир. Затем в повторе мы будем также иметь... Я бы хотел выразить благодарность, пастор Юрий, и тебе, как основателю и всей команде, всем служителям канала. Это была, можно сказать, в каком-то аспекте моя мечта, чтобы прямо из служения приходить и проповедовать Евангелие. И канал «Импакт» стал одним из таких «vehicles» для того, чтобы эта мечта осуществилась, поэтому каждый воскресенье... Мы начинаем служение раньше, в 11.30, наше русскоязычное служение. Примерно к 12.30 будет трансляция проповедей из Церкви христианской веры. Мы говорим добро пожаловать, особенно нашим друзьям, потому что многие на западном побережье, как раз это церковный час, будем так говорить. Те, которые на восточном побережье, в 3.30 по вашему времени, по востоку, будем рады возможности прийти в ваши дома, преломить с вами духовный хлеб. И уже как сетка вещания будет позволять повторы. Поэтому, если можно забежать наперед и сказать, будет приветственное слово прямо из Церкви, если это будет какой-то другой день, чтобы никого это не смутило. Оригинальная трансляция по воскресным дням, как сетка вещания будет позволять в течение недели один или два повтора. Поэтому добро пожаловать не в эти выходные, а в выходные после этих, то бишь 16 октября, в воскресенье в 12.30 по Тихоокеанскому, в 3.30 по Восточному. Здорово, здорово. Я верю, что это будет благословением. Мы как-то подходим к этим моментам осторожно, относительно прямых эфиров. Но требует большой собранности, требует большой дисциплины, организации. Не без того, что могут быть какие-то где-то недочеты, но тем не менее нельзя не согласиться с тем, пастор Юрий, что мы живем в таком информационном пространстве, которое предусматривает движение. Ну, ты знаешь, секрет, открою по секрету, ну и чуть-чуть в прямом эфире, о том, что когда мы были собраны, не было двоих мнений, и разночетов не было относительно, когда мы говорили о том, что опасений и оснований для того, чтобы переживать, что это все-таки прямой эфир и слово прямого эфира, не было в команде совершенно. Почему? Потому что знают прекрасно о тебе много лет, и вообще это был энтузиазм со стороны нашей эфиры. Я благодарю за доверие, и мы приходим к этому с большой ответственностью, потому что это одна вещь стоять перед аудиторией людей, это совершенно другая вещь выйти за стены. В прямом эфире. И ты уже не вырежешь, и уже не подрежешь. Самый главный мотивирующий фактор во всем этом должен быть, что в один день каждый из нас даст отчет Богу за каждое слово. Поэтому молитесь о том, чтобы это служение было благоприятно, чтобы оно было благословением для многих и многих людей, чтобы проповеданное слово, оно взращивало веру, что делало людей сильнее в Боге и более ревностными последователями. И будет уместно отметить также, что вы получили очень ключевое место, Бог дал вам ключевое место на Greenback Line. Более ключевого, центрального места, где сосредоточена комьюнити славянского, практически я проезжал, когда ты мне говорил, я вчера позвучал, я приземлился, по-моему, позвучал, а вчера потрясающее место. Это действительно милость, милость Божья. Этому можно посвятить целую программу, как это все произошло. Мы выражаем ему признательность. Он действительно Бог, который может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим. И это, кстати, один из ваших кемпусов. Я совершенно верно. Итак, друзья, мир лихорадит. И не секретом будет то, что происходит на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, в Америке, в Средней Азии, потом в Большой Азии или в Малой Азии. То есть мы как церковь, мы как служители, и мы как христианская платформа, скажем, какой является наше медиаслужение телеканала «Импак», мы, друзья, обязаны, мы призваны и мы побуждаемы Господом, чтобы освещать эти события с точки зрения Писания. Наше местоположение как детей Божьих, наше местоположение как служителей, на которых ответственность, что мы несем, что мы говорим, куда мы направляем, куда мы ориентируем народ. Первое. И второе. Наша ответственность как граждан, просто как законопослушных граждан. И во свете предстоящих выборов, очень интересных, так скажем, в какой-то мере даже непонятных и несущих в себе настолько много элементов непонятности, нечеткости, это будет очень правильно сказано, да, что мы согласились с пастором Сергеем, а мы с тобой согласились сделать несколько эфиров, наверное, до, скажем так, до выборов, 8 ноября, да, это еще мы сделаем один эфир, но во свете последних нескольких дебатов, которые были между кандидатами в президенты, затем на прошлом, на этой, да, скажем, на этой неделе, в начале недели... Кандидаты в вице-президенты мы можем чуть-чуть анализировать, посмотреть, где мы находимся сегодня, где находится электорат в Америке, и, скажем, где мы должны находиться вот в наших чаяниях, делать все к тому, чтобы все-таки мы, ну, не прогорели, буду так говорить, не политкорректно, не прогорели. Я хочу, мне кажется, во время нашей первой встречи мы делали на это ударение, вот эта предвыборная эйфория, она присуща американскому обществу на каждом витке президентских выборов. Не столько обращается внимание на midterm, мы их называем, это выборы в Конгресс, которые каждые два года, но президентская гонка, она даже вызывает неимовернейший ажиотаж за рубежом. То есть, если говорить глазами не американского обывателя, а международного журналиста, людей, которые живут далеко за пределами Америки, интерес к тому, что происходит здесь, и какой процесс политический в Америке. Надо же признать, что это самый продолжительный процесс избрания президента в Соединенных Штатах. Нигде такого больше аналога нет. Потому что общество как бы прощупывает, хочет знать, кто же, кому будет доверена судьба огромнейшей-огромнейшей державы. Нас 320 миллионов. Поэтому айфория вокруг значимости, вот мы неоднократно можем слышать, это выборы исторических пропорций, это очень важно, это самые, что ни есть, выборы в моей жизни. Вот здесь мы не имеем права промахнуться и так далее, и так далее. Это нет ничего нового под солнцем, это всегда имело место. И предстоящий 8 ноября 2016 года в равной мере можно отнести к такой же категории, потому что 8 ноября придет и уйдет, и как бы все это поменяется, динамика в средствах массовой информации изменится радикальнейшим образом. За одним исключением, за одним исключением, почему я думаю, евангельская община Америки, да и не только, должна быть по-особенному внимательна, потому что следующий президент, 45-й президент, он или она, должны будет исполнить свое право конституционное и огромнейшую-огромнейшую привилегию, это делегировать в Верховный суд людей. То есть, другим словом, что я верю, что после 8 ноября, когда мы проснемся 9 ноября, то есть одинаково, наверное, взойдет солнце, и взойдет, а, видимо, мы ничего визуально не увидим перемен, воздух будет тоже самый, но исход 8 ноября, он решит судьбу, скажем, целого поколения. Вот в этом плане нам и надо вооружиться некоторыми детальными, потому что, еще раз, следующий президент, он или она, пошлет в суд, сейчас у нас вакансия в суде, в Верховном суде одна вакансия, и есть немало пожилых из числа 8, которые сейчас там, немало пожилых судей, которые, не исключено, их жизнь будет прервана, или в последнее время стало достаточно так престижным, наверное, хотя часто это не происходит, уходить просто по возрасту на пенсию. И один из очень консервативных судей, чернокожий Клэринс Томас, я читал одно его интервью, одно его заявление, он говорит, я не исключаю, никак не исключаю вероятности, что я уйду из Верховного суда в полном здравии, благополучии, рассудке, не смерть прервет мое пребывание в Верховном суде. Это дает нам возможность, пастор Юрий, немножечко возвратиться в историю нашей страны, и кому будет интересен этот, я очень страстен в отношении истории, ее изучения и знания. Когда страна родилась, когда была объявлена независимость, в 76-м году, в 1776 году, основатели этой страны сразу же, образно выражаясь, оказались в неком тупике. С одной стороны, мы бежали от централизованного государства, ярко выраженной вертикали власти. И политической, и религиозной. И религиозной, безусловно. Вот ты вырвал слова из моих уст. И сейчас мы объявили независимость от Британии. Какое правительство, какой government, какую структуру, какому эскизу мы последуем, какую модель мы воплотим. И вот, может быть, даже многие из наших зрителей не знают, независимость была объявлена в 76-м году. Конгресс континентальный, который утвердил правительство. Мы говорим о конституции, которая была адаптирована. 13 лет спустя, то есть между 76-м, 1776-м и 1889-м годом, 13 лет, очень много воды протекло, очень много было кривотолков, очень много состязаний, очень много словесных перебранок. Какую модель выбрать? Да, какую модель выбрать? И устройство. Мы строим государство не на 10 лет, не на 15 лет. Каким оно будет через 100 лет? То есть они были движены этим вопросом. И вот в процессе, я сокращаю время, в процессе имел место то, что мы называем great compromise, большой компромисс. На основании Исаии, 33 главы, 22 стих, он наш царь, он наш законодатель и он наш судья. Были утверждены или было достигнуто согласие о трех ветвях государственной власти, исполнительное, законодательное, судейское. И сразу же опять тупик. Если он президент, сколько ему быть? Ему быть как царю Джорджию, пожизненно? Кстати, тоже Джордж Вашингтон, да? Если судья назначается, кто его назначает? Сколько ему быть на этой скамье, на этой должности? Если человек делегирован в Конгресс, сколько ему там быть? Сколько сроков он может перейти? И сколько человек. И сколько человек. И опять начались дебаты. Кстати, ты отметил до эфира, что президент законодательно не утверждался в то время, ограничивая сроками. Абсолютно. Это потом были... То есть он мог избираться... Он мог избираться, но это считалось делом президентской чести. Это был такой unspoken rule, не озвученный. Два срока максимума. Интересно. Это не было прописано на бумагах, но это было, опять повторюсь, как бы делом президентской чести. О чем это свидетельствовало? Это свидетельствовало, что я не пуп земли. Я не самый умный. В отличие от Федерли Кастро. Есть люди, которые могут занять то же место и сделать даже лучше работу, чем я могу. Я не являюсь незаменимым человеком. То есть это не то, что меня не станет, солнце не взойдет. Это, кстати, Трумэн три срока после войны. Это ФДР. ФДР, да. Три срока на четвертый избрался, и потом же 22-я поправка была адаптирована, которая наложила ограничения на президентские сроки. Так мы к чему ведем весь этот разговор? Что вот в колуарах этого большого компромисса была достигнута следующая договоренность. Президентская власть, законодательная власть, количество в палате представителей пропорционально населению, верхняя палата, два человека, независимо от размера штата и независимо от количества людей в нем живущих. Но судьи назначаются пожизненно. И вот здесь, почему разговор о предстоящих выборах актуален? Потому что судьи, которых назначит 45-й президент, он или она, пастор Юрий, они переживут многих из наших телезрителей. Они будут привлечены к фрисяге в 17-м или в 18-м году. И при сегодняшнем раскладе жизни и американского долголетия это значит, что им сулит быть там по 30, по 35, по 40 лет. И три или четыре кандидата на пути. Да, и три или четыре кандидата на пути. И мы говорим о целом поколении. И от их удара молотком, от их рукописаний, от их судейских размышлений, от их идеологических взглядов будет зависеть, я сейчас не говорю политический ландшафт, да? Мы говорим о моральном ландшафте. Как Америка, свободолюбивая Америка, будет смотреть на церковь 10 лет от сегодняшнего дня? А сейчас плохо смотрят, конкретно. Как общество будет смотреть на свободу слова через 20 лет? В какой грани будет преподаваться вообще само понятие права владеть оружием? Очень контроверсиальный вопрос, особенно для нашего славянского брата. Но, тем не менее, это прописано в поправке нашей Конституции. Есть инструменты, чтобы это изменить, но не судейской властью. Сколько судейского активизма мы будем видеть в лице людей, которые сидят и занимают это почетными... И интерпретируют Конституцию как им угодно. Он проснулся утром. Ему так рассудилось. Ему так рассудилось. К сожалению, к стыду. Однополые браки. Продолжай. Продолжай. Аборты. Ряд, 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 ряд других вещей. И не только. Например, то, что наш текущий президент начал загонять наших мальчиков в женские туалеты. По школам, так сказать, и везде, где это, в публичных местах. Если не будет, по-английски это слово, апелл. Если не будет из пират следующего президента возвратить на круги свои, все-таки мужчины должны в мужские ходить туалеты, а женщины в женские. То есть, если не будет, а, скажем, я уже очень быстро по кочкам прыгаю, были, прошу прощения, я тебя перебил, но были дебаты вице-кандидатов в вице-президенты. И вот тот, который прореспубликанский, от республиканской партии выдвинул, он конкретно об этом говорил. Очень жестко говорил относительно позиций о абортах, относительно позиций о обамакир, относительно позиций о том, что христиан заставляют, принуждают, так сказать, легализовать или там сочитывать, или церемонии проводить для однополых. То есть, я лично... Какую проблему мы обнаруживаем? То есть, с одной стороны, мы переживаем, или должны переживать, чтобы в Верховном Суде не было судейного активизма с позиции левых. Да? И такие же опасения должны быть у нас и с позиции правой. Суд, и это то, где очень многие люди, пастор Юрий, у них проблема с этим. Судья не для того, чтобы легализовать мораль. А интерпретировать закон. Судья не для того, чтобы легализовать им мораль. Он не для этого. Судья для того, чтобы судить по закону. А вот какие будут законы, от чего это зависит? Это зависит от христианского содержания в обществе. Потому что мы, люди, посылаем людей в Конгресс. И те, которые в Конгрессе пишут законы, что приемлемо, что не приемлемо. И роль судьи, роль судьи, это по закону сказать, вот здесь перегиб или правильно. Но что наблюдается последние 10, 15, 20 лет? Что мы видим очень активизированный или очень усиленный судейский людейский активизм, когда законодательное, они пользуются законодательной властью, я бы так сказал. То есть они прописывают то, что считают нужно. Вот в этом контексте или в этом ракурсе я могу согласиться, что предстоящие выборы очень и очень важны и должны быть пробудительным, должны стать пробудительным звонком для последователей Господа Иисуса Христа. Потому что следующий президент пошлет Верховный суд 3, 4, вплоть до 5 людей. Кто они? Повторяю еще раз. Какая у них идеология? Каких взглядов? Какие их моральные стандарты? Как они смотрят на однополые браки? Как они подходят к абортам? И ряд других вещей. Потому что от их рукописаний, потому что от их заключений, потому что от их голоса будет зависеть ландшафт морального расклада нашей страны. Поэтому не исключено, что через «даст Бог жизни» 10, 15, 20 лет наши дети будут жить совершенно в другой стране, чем в той Америке, в которую мы с тобой эмигрировали. В ту, в которую мы с тобой приезжали. Что я хочу выхватить эту мысль, исходя из выше тобой сказанного, что... И, кстати, ты трогал эту тему в нашей прошлой беседе о том, что, к сожалению, выбирать, если говоря о стандартах морали, нравственности, семейных твердых устоев, нет ни у нее, нет ни у него. Вот почему и они очень затруднительны для евангельского христианина. Потому что Белая Евангельская Церковь в своем подавляющем большинстве, наверное, может быть 85-90%, все-таки отождествляется с республиканской идеологией. И у них не было проблем в прошлом. Но есть проблемы на этом витке. Потому что кандидат далеко не совершенный как человек. Далеко не совершенная семейная жизнь. У него это третий брак. И ряд других вещей, которые сейчас всплывают из прошлой жизни. Которые свидетельствуют о алиби против него. С другой стороны, есть женщина, которая очень известное имя, очень известное лицо, очень известный голос. Но такое впечатление, что она вышла из утробы матери со скандалами. Куда ни повернись. Ее бытность как госсекретарь. Скандалы. Бенгази, Ливия. Скандалы. Белый дом, имейлы, уничтожение этой электронной почты. 33 тысячи имейлов. Сейчас новый виток, имеющий отношение к ее помощникам, кому была дана имьюнити и ряд других вещей. Поэтому здравомыслящий человек стоит и спрашивает у себя, как мы оказались в таком месте, когда нас 320 миллионов людей из всего общества. Мы нашли вот этих двоих, одному из которых сулит быть 45-м президентом. Разве это не олицетворяет состояние общества собой? Для меня это отвечает на вопрос. Для меня это отвечает на вопрос от А до Я. Вот что меня тревожит. Это не то, что тревожит, но вызывает такой концерн. Небольшой это электорат афроамериканцев. И я не буду политикой коррекции в прямом эфире, хотя буду наблюдать за устами своими. Но вот у меня позиция афроамериканцев, о которых я был лучшего мнения, относительно их конкретно ассоциации. Они всегда традиционно. Почему к стыду так получается? Из-за чрева, из-за желудок накормлено или нет? Я подчеркиваю, я не политический коррекции. На каком-то витке произошла мисинформация, она укоренилась, стала достоянием многих из них. Не все, надо сказать, что не все, но подавляясь. Наверное, 90% афроамериканского населения, включая христиан, голосуют Дима Кадима. Хотя свободу от рабства дал республиканец Абрам Линкольн. Опять, если мы можем исторически возвратиться, в 1863 году эта свобода была объявлена, прописана, продекларирована. В 1865 году Линкольн не встает трагически. И в обществе возник вакуум, громнейший вакуум. Почему? Потому что вчерашняя рабсила, это люди в большей мере не образуются. Что делать с этим электоратом? Как его интегрировать в жизнь? Как дать навыки, чтобы человек из юга смог переехать на север, где все более модернизировано? То есть какие-то технические навыки и способности. Республиканская партия выступает с инициативой после смерти Линкольна выделить огромнейшие деньги на образование, выделить огромнейшие деньги на подъем. Потому что это наши братья, это наши сестры, это наши сограждане. Нам жить, нам рождать детей, нам строить общество, нам обеспечивать завтрашний день. Кто был самым большим тормозом исторически? Это во всех исторических книгах. Это была демократическая партия. И вот на каком-то витке все это изменилось. Наверное, продукт информации или, быть может, пропаганды или еще чего-то. Я не боюсь здесь судить. Идеализировать одну партию или другую не приходится, особенно сейчас. Не приходится. Я думаю, что говоря о приближающихся выборах, пастор Юрий, мы еще раз должны несомненно озвучить важность того, что если Господь не придет и следующий президент назначит 4 до 5 судей Верховный суд, может случиться так, что расклад, моральный ландшафт нашего общества будет совершенно, совершенно, совершенно другим. Так рьяно, как Хиллари Клинтон отстаивает позицию абортов, буквально вчера вышла аналитика некоторых, вот таких серьезных христианских лидеров в Америке о том, что они проанализировали последних 20 президентов и нашли, что она самая яркая, это ChristianPost.com. Очень интересный в блогах, очень интересная эта аналитическая портальная страница. Так вот, она самая резкая, рьяная и самая активная проталкивать аборты. Проталкивать аборты везде, и не только в Америке, оказывается. Она начала, будучи первой леди, она протолкнула это в Китае, хотя там они делали это много лет, но, тем не менее, определили, что этот кандидат непонятно каким образом, будучи сама христианкой, дочь ее, я слушал выступление дочери несколько недель назад, она оказывается член баптистской церкви, член баптистской церкви с мужем, и она в микрофон перед многотысячной аудиторией, это Челси, она заявила, что наша баптистская церковь, она за аборты, за то, чтобы женщинам давали право выбирать, кто такие евангельские христиане, которые свою, так сказать, проталкивают чуждую идею демократическим принципам. И я так подумал, думаю, обожди, с каких это пор баптисты стали такими апологетами абортов? Здесь, наверное, уместно будет немножко внести ясность в этот вопрос, почему это сталкивает как бы лбами общества демократических и республиканских кандидатов или претендентов в Белый дом, да и не только. Вообще вопрос абортов, это вопрос конституционного права, да, то есть они говорят, Робберс и Суэй, 1973 год, как они нашли, вот опять разговор о судьях, судья где-то откопали в Конституции, что это конституционное право женщины прервать беременность. 43 года спустя я могу не соглашаться с тем, что это конституционное право, но это все-таки является законом земли. В чем проблема в консервативных христиан или в консервативных идеологов с абортами? Не с тем, что вот здесь у людей, особенно у нашего славянского обывателя, могут быть проблемы или недопонимания. Проблема не с тем, что аборт имеет место. Хотя это вот по сути это проблема, но с позиции идеологии консервативной, что деньги, федеральные средства используются для того, чтобы эта процедура имела место. 500 миллионов ежегодно. Потому что это мои деньги, это ваши деньги, это наши деньги. Мы платим налоги. Поэтому ищите хорошего такс этого адвайзера, не платите налоги, они идут на аборт. Если человек хочет сделать аборт, он все равно его сделает. Он все равно его сделает. Аборт это проблема сердца. Вот здесь мы говорим опять о христианском содержании. Вот почему, хорошо, вот мы разговор на чистоту. Почему 60% по опросам всем, и христианским, и не христианским, и все медиа твердят о том, что 60% населения Америки поддерживает аборты. Это потому, что делали аборты. Ну, каким образом я буду отстаивать грех? Не тем ли образом, что я сам нахожусь в этом грехе, поэтому совесть-то моя, так сказать, она же этот индикатор того. Вот мы опять к судям возвращаемся. Пожалуйста. Вопрос конституционного права. Если я смотрю на женщину, и она хочет прервать беременность, и я евангельский христианин, я последователь Иисуса Христа и гражданин Америки, я разделяюсь сам в себе, потому что я говорю, да, у нее есть конституционное право сделать то, что она хочет сделать. Но, если вы спрашиваете о моем мировоззрении, то это преступно в очах Бога. Это неправильно. Это не соответствует духу Писания. Это грех. Из-за этого придется дать ответ Богу. По сути, когда Челси или ряды ей подобных, или та же Хиллари говорит, что мы за женщину, мы за то, чтобы она имела право, в каком-то аспекте они правы. И республиканцы, почему они проигрывают? Потому что они не договаривают. Чего они не договаривают? Тот же самый Пенс или Дональд Трамп или ряд других. Имеет ли женщина право сделать аборт? И Пенс ответит, Дональд Трамп ответит, ряд других. Она имеет право. С чем я не согласен, что она делает это. Но это не вопрос законодательства. А вот разговор на чистоту. Если так рьяно политик высокого ранга, кем она является, если она так рьяно отстаивает это, будучи неизвестно, как говорят, сколько она абортов, 10 или 20, это минимум, говорят, она сделала, так почему она это набрасывает, будучи кандидатом? И почему она так активно это продвигает и набросит это на все общества? Потому что за этим стоят деньги. Есть такая контора в Америке, называется Plant Parenthood, которая получает огромнейшие субсидии от государства на ежегодной основе. Что вы думаете, Plant Parenthood делает с этими деньгами? Во-первых, они обслуживают свой персонал с большими зарплатами и большими бонусами. Но потом они берут эти деньги и конвертируют их в канал на поддержку Демократической партии. И это, кстати, по обе стороны баррикад имеет место. Те одним помогают, те другим помогают. По сути, почему когда сейчас от Республиканской партии человек, который получил номинацию, он переживает столько неприязни даже от своих собратьев, потому что он внесистемный, потому что он называет вещи своими именами, потому что он говорит, так нельзя, как по одну сторону, так и по другую сторону. Эти вещи должны прекратиться. Но кто же будет резать ветку, на которой сидит? Кто же будет рубить сук, на котором сидит? Да нереально. Поэтому они заинтересованы, они будут говорить это во имя благосостояния женщины. Цель преследуется совершенно другая. Женщина, да, имеет право. Если вы хотите ее лишить этого права, обращайтесь к судьям. Но даже, пастор Юрий, даже если бы завтра, или послезавтра, или через три дня, или через год, Верховный суд сказал, что Роберс и Уэйд, он неправильный. И прекратилось субсидирование федерального доллара, этой индустрии абортов, да? Это же не лишило бы проблем. Не решило бы. Это не решило бы, проблема в другом. Проблема в другом. И вот здесь мы возвращаемся опять к вопросу, уровень боговосприятия обществом. Богопочтение обществом от А до Я, от западного побережья до восточного, от севера до юга. Не просто церковных людей, не просто людей, которые идут на собрания каждый воскресный день, а среднестатистического обывателя. Есть Бог, страх Божий, есть черное, есть белое, не все в жизни серое. То есть, есть вещи, которые я не могу переступить. Есть ценности, которые я не могу попрать. И это дело не политика. Это дело священнослужителя. Это дело каждого последователя Иисуса Христа на регулярной основе, ежедневно. Вот сейчас начинают иметь смысл слова Иисуса Христа, который сказал, вы соль, вы свет. Он не сказал, политики соль, политики соль. Вы свет, вы соль. И наша задача осолить общество, поднять, быть может с какой-то нулевой точки, чуть-чуть, чтобы мера Боговосприятия, Богопочтения обществом, она изменилась. И вот эта мамочка, которая стеет и думает, Боже мой, она может себя бьет уже и говорит, зачем я сделала то, что я сделала. И вот это дитя и беременность, которую я должна прервать, но к концу дня она собирается в себе и говорит, я не прерву. Ну, пусть это мне принесет много неудобств, роды, воспитание, финансовая ответственность за это дитя. Но есть черта, которую я не могу перейти, которую я не могу переступить. Вот это мы можем назвать, будет ли это иметь место через 5, через 10, через 15 лет, вот это уже можно назвать какой-то реформацией. Это уже можно назвать каким-то пробуждением. Америка выходит из своей эпохи Dark Ages, да, когда все было relative, когда все было серо, когда все позволялось, когда все разрешалось. Вдруг общество начинает... Нет, не все разрешено, не все можно. Вот это белое, а вот это черное. При всем вышесказанном, мы не имеем права пренебречь как бы институтами власти, от которых зависит очень много. Дело в том, что если эта позиция, она будет пропагандироваться, она будет расширяться, распространяться, внедряться от белого дома до моего дома, так оно должно делаться с покаянием. Абсолютно. И обращением, апостол говорит, от своих мертвых дел к вере в Бога живого, ничего, оно будет от штукатурено чуть-чуть. Один кандидат, он будет более, так сказать, политики коррект, другой будет более резкий, но фасад, оно будет иметь вид фасада, но в корне своем, внутри своей, в сущности своей, ничего не поменять. Пастор Сергей, как мы прокомментируем с тобой, тебе приходится в радиоэфирах много, наверное, об этом говорить, прокомментируем такое бытует мнение, что Дональд Трамп, он, так сказать, в своих высказываниях, на своей платформе, он неоднократно говорил о том, что Украина, вот это внутрополитические конфликты, между собой передряги, и когда он станет президентом, то есть об Украине мы забудем, я буду налаживать отношения с россиями. Я приложу толкование, в воскресенье я служил в некоторых церквах, в одном из штатов последние, и вот подошли ко мне старшие люди, как ты прокомментируешь это, и говорят мне, вот я не могу, так сказать, поддерживать Дональда Трампа, республиканца, потому что он против Украины. Я в ответ говорю, сколько вам лет, 72, а вам, то есть 82, я говорю, вы не думаете о себе, вы думаете о ваших внуках и думаете о ваших детях, потому что вы живете в Америке. Тебе слово. Я лично не слышал заявления от Дональда Трампа, четко выраженного, что Украина это ее беды, это ее проблемы, и мы будем налаживать контакты с Россией в контексте того, чтобы решить украинский вопрос, мы отдадим предпочтение российскому президенту. Я не сбрасываю это со счетов, но я этого прямо не слышал. Да, действительно, были даже в наших радиоэфирах звонки, реакция людей, которые говорили, что я меняю свой выбор, и мне не нравится женщина, но я буду голосовать за нее лишь по той простой причине, чтобы он не стал президентом, потому что у него вот такие взгляды в отношении Украины. Что я могу сказать? Мои личные соображения. Мне кажется, что Дональд Трамп сейчас не за Россию и не за Украину. Дональд Трамп сейчас за то, чтобы победить выборы. Вот это и есть 800-pound gorilla in the room. Это вещь, которую ему надо покорить. И много вещей против него. Он встречает невероятнейшую оппозицию со средств массовой информации. Многие слова вкладывают его в уста, вещи, которые он никогда не говорил. Он встречает очень много неприязней от своих однопартийцев, которые прямо ему говорят. Есть целое движение, называется Never Trump. То есть это более консервативная прослойка общества в республиканской партии, которые делают все от них зависящее, чтобы Дональд Трамп не стал президентом. Поэтому у него сейчас совершенно другие проблемы, чем просто геополитикой заниматься, расставлять все точки над ним. Что я думаю? Я небольшой эксперт в этом аспекте и не претендую на то, чтобы расставить все точки над «и». Если он победит 8 ноября, и ему будет… У него сейчас имеется доступ к определенным разведданным. Но когда, если он победит 8 ноября, вот в это окно между 8 ноября и днем инаугурации, сколько там, 60-70 без малого, 3 месяца или 2 месяца, это вот очень интенсивный период, потому что ему надо назначить кабинет. И вот по сути с первого дня после выборов, как одна сторона, так и другая, будет Ахиллари Клинтон или Дональд Трамп, у них есть полный доступ к бритингам, которые сейчас получает президент, если он желает. Как эта вся система работает? Примерно ранним утром президентский день начинается, называется «International Intelligence Briefing». То есть приходит человек, который выдает ему информацию под совершенно секретным кодом. Что происходит в мире, да? Что происходит в горячих точках, да. Это может иметь место ежедневно, это может иметь место так часто, как президент захочет. Он слушает это, есть отпечатанный материал, и он может показать пальцами, сказать, вот в этом аспекте я хочу узнать чуть-чуть больше. И задействуются соответствующие структуры, разведывательные агентства для того, чтобы обслужить этого человека, и у него была более емкая, более содержательная картина. Я не исключаю, мое личное мнение, я не исключаю, что после 8 ноября, если он станет президент-элект, будет полный intelligence briefing, то есть полный доклад разведданных, все, что происходит в отношении Сирии, все, что происходит в отношении Украины, кто за кого воюет, кто с кем воюет, кто кому что продает, кто у кого что покупает. Вот тогда мы будем видеть более другую картину. Сейчас много вещей, они просто могут быть сказаны на ходу, на лету, без особой адекватной, как бы это не в защиту Дональда Трампа, или это не в защиту Хиллари Клинтона. Могу в какой-то мере разочаровать тех людей, которые считают, что она окажет больше помощи Украине, чем он. Это видно на примере сегодняшней администрации, которую, кстати, я считаю, что его позиция в отношении Украины достаточно обходительная, не для того, чтобы вызвать какую-то конфронтацию, потому что меньше всего Америке сейчас нужна еще какая-то войнушка. А особенно до выборов. До выборов меньше всего Америке надо еще какой-то конфликт. У нас так и так достаточно немало проблем за нашими границами, не говоря уже о внутренних каких-то вещах. И позиция, дело в том, что позиция Америки, она последние 8-10 лет, она претерпела не в лучшую сторону свое влияние, она претерпела не в лучшую сторону. Почему? Потому что ослабли все ее позиции, и в экономическом, и в политическом, и в военном. Безусловно. Потому что этот медведь, настолько он нарастил вооружение, мы знаем, о чем мы говорим, что в диву даются все политические и военные эксперты, как такому могло произойти, и говорят, что мы не досмотрели медведя, мы просто не досмотрели. И, пастор Сергей, такой вопрос. Из христианских американских лидеров, те имена которых на слуху, какова их позиция? Я говорю, за евангельских христиан. Вот это не в бровь, а в глаз, потому что эти, можно их назвать, heavyweights в евангельской общине, они в равномерии нашли себя, обнаружили себя в очень затруднительном положении, потому что человек стоит за кафедрой, у него многотысячная церковь, он проповедует моральные ценности, он проповедует силу семьи, семейного посвящения. И Дональд Трамп, если он традиционно голосовал за республиканскую партию, у него не было проблем отдать свой голос за Мэккейна, или за Рамни, или за Джордж Буша, или за Джордж Буша-старшего, или за Рональда Дрэгена, то Дональд Трамп... И вот многие из них, опять, как бы, оказались в достаточно затруднительном положении. Я не знаю, уместно ли сейчас разбрасываться этими именами, но без преувеличения можно сказать, что ряд евангельских лидеров, больших имен, у которых огромнейшее служение, у которых большое присутствие в средствах массовой информации, оказали свою поддержку Дональду Трампу даже тогда, когда ему еще ничего не сулило. Когда победа была на расстоянии вытянутой руки, когда ему надо было закрепить за собой номинацию, и у него было 16 человек против него, денежных людей, субсидированных людей, за которыми стояли большие карманы и ряд других вещей. Он победил все это, и эти христианские лидеры оказывали ему свою поддержку. Я вспоминаю одного, я был в джиме, и вывели, один нетворк вывел пастора очень большой церкви в Далласе, баптистского пастора, и этот репортер спрашивает у него, говорит, а как вы можете объяснить свою позицию? Как вы, евангельский пастор, можете подать свой голос за Дональда Трампа? Личная жизнь далека от совершенства, семейная жизнь далека от совершенства, его заявления, его громкие заявления, когда искорбитель, как вы, она, такое представление, что она его как школьного мальчика хотела, ну, он говорит, и вот был его ответ, я сейчас не вспомню его имя, он ведет одну из больших баптистских церквей в Далласе, он говорит, знаете, мы где-то этим поездом уже ехали, это был 80-й год, в Белом доме был баптист, Джимми Картер, подстриженный, подчесанный, правильный, корректный, очень сдержанный, никогда ничего неправильного не говорил, но, говорит, у нас были очереди за бензином, у нас экономика была ниже Плинтуса, наше место в обществе, в мировом обществе было очень слабым, говорит, и здесь подал свою кандидатуру Рональд Дейвин, у которого... Голливудский актер. Голливудский актер, у которого был не первый брак, слухи ходили о том, что его жена Нэнси уже покойная, Нэнси Рейген, и к чередеям ходила, и обращалась к колдунам, и всем другим, то есть, говорит, за ним было свое облако, которое нас в равной мере озадачило. Здесь правильный, а здесь неправильный, но когда, говорит, ты слушаешь его, у него есть видение, у него есть цель, у него есть страсть, у него есть вера в народ, простой народ, что наш завтрашний день может быть другим. Говорит, и вот благодаря таким людям, как Джерри Фолвелл, покойный уже сейчас, которые разбудили, они называли его тогда в 80-е годы silent majority, они разбудили этого спящего, потому что евангельский электорат был пренебрегаем, его принимали как просто что-то само собой разумеющее, и здесь эти люди воспряли, им была показана причина, почему можно проголосовать. Говорит, и мы в Рональде Рейгане, он отвечает, я цитирую его слова, мы в Рональде Рейгане никогда не разочаровались. Говорит, если вы спрашиваете у меня, то говорит, да, Дональд Трамп, он несовершенный, у него язык несовершенный, у него поведение, у него его заявление, его семья, но говорит, где-то я чувствую, что это Дейдеву, где-то эти слова, где-то вот вот эта резвость, где-то вот это порыв вот этот, мне кажется, где-то это уже имело место. Все ли аплодировали их заявлением? Конечно же нет. То есть эти heavyweights, как я их называю, евангельского движения приняли ряд критики, даже осуждение свою сторону за то, что поддержали. Но многие из них говорили, я оказываю свою поддержку Дональду Трампу не потому, что я согласен с ним на все 100%, я оказываю ему поддержку, потому, что я не согласен на больше, чем 100% с человеком, который баллотируется от демократической партии. Ты затронул имя Джимми Картера, Баптиста и бывшего президента. Два года назад, если так позволительно в прямом эфире сказать, что челюсть у меня отвисла от удивления, я позволю себе такой пассаж применить. Я лично услышал, когда были внедрены на законодательном уровне однополой браки его выступления. Он вышел с воскресной школы, он преподает в воскресной школе дедушке, 93 года, по сегодняшний день, так сказать, он cancer free, кстати, с чем можно и поздравить его. Cancer free, дедушке дали cancer в 89, через три года он был свободен. Так вот, выходит он после уроков в воскресной школе, где он преподает для детворы, и говорит следующее, задают вопрос, ваше отношение к однополому. А это был провокационный вопрос. Дедушка, Картер, видно, не сориентировался. И вот от чего, как говорится, я диву даюсь, говорит, а если они любят друг друга, что мы можем запретить? Бог сотворил их такими, что они любят друг друга. Это любовь. Какая любовь? Я вскрикнул у своего телеэкрана, ты чего плетешь? Какие лапти ты плетешь? В 93 года как ты можешь заявить, будучи, тем более, имея какую-то евангельскую позицию, платформу, даже будучи... Кстати, вот эта вещь, пастор Юрий, она... Почему проиграли консерваторы? Это уже извращенный ум. Почему проиграли консерваторы с абортами? Это под ту же самую линию проходит и однополые браки. С момента, когда однополые браки, когда аборты начали преподноситься средствами массовой информации как гражданское право, аргумент был проигран. Вот где произошло поражение. Вот здесь они уступили, и поэтому сейчас смотришь на двоих мужчин или на двоих женщин, извините, у них есть конституционное право, которое я должен как гражданин страны уважать. Я не соглашаюсь с их выбором, я считаю, что это неправильно, но это уже второстепенный сейчас вопрос. сражение было проиграно значительно, значительно раньше. Так произошло с абортами, так произошло с однополыми браками, и это, кстати, и это, кстати, стратегия либеральных сил, преподнести обществу как гражданское право одной группы, второй группы, третьей группы, четвертой группы, если через 10 лет даст Бог жизни, мы будем здесь сидеть, и вопрос будет на повестке дня, может ли мужчина или женщина выходить замуж или жениться на скотине, и это будет гражданское право человека, тогда я скажу, аргумент опять проигран. Какова позиция церкви? Как ты настраиваешь людей, предстоящих, готовящих? Мы не адресуем этих вещей из кафедры, мы не говорим об этом. Много вот на наших молитвенных собраниях, кстати, у нас такая практика в церкви имеется уже много лет, три-четыре раза в году мы закрываем все для того, чтобы каждый вечер собираться для молитвы. Искать Господа. Искать Бога, молиться, Библия говорит, вторая параллель, поминон, если смириться, мой народ. Кстати, следующая вот молитвенная неделя начинается буквально через несколько дней. Будем уделять внимание состоянию страны, общества, духовному какому-то пробуждению, богопознанию, боговосприятию всем обществом за предстоящие выборы. Я никогда не рискну встать за кафедры и сказать, не голосуйте за вот этого, голосуйте за вот ту, или не голосуйте за вот ту, а голосуйте за вот этого. Это не моя ответственность как священнослужителя. Вот к чему я поощряю людей. По-английски это будет звучать примерно так. Know the issues and love the Bible. Знайте, какие вопросы на повестке дня и голосуйте в соответствии с Духом Писания. Тем более мы небожители. Абсолютно. Это на первом месте. Абсолютно. Все остальное. Наша принадлежность к национальности, принадлежность к, так сказать, к континенту или к стране. Единственное, что у нас остается буквально несколько минут, пастор Юрий, вот уникальность этих выборов в том, что они настолько liquid, они настолько непредсказуемы. Здесь исход, если кто-то сегодня рискнет предсказать, какой будет исход 8 ноября, мне кажется, он ошибается. Потому что идут neck to neck. Нект to neck. Одну, одна, в один день, в одну неделю дебаты, все кричат, что он проиграл, дебаты за Дональда Трампа идет речь. Когда слушаешь среднестатистического человека, у него что, другие уши? Те, которые в телевизорах кричат, что он проиграл, он не подготовлен. Те, которые смотрели его, сидя дома, они говорят, он сделал свою работу. То есть, или это скоординированная атака для того, чтобы дискредитировать этого человека, или нет. Я не знаю, но будет интересно. Я думаю, что между сегодняшним днем и 8 ноября, как и ты говорил, может быть, одна или две встречи мы еще проведем в этом ракурсе, чтобы держать руку на пульсе. И в главном, я думаю, что главное ударение будет сводиться к тому, чтобы молиться и доверять Богу всю эту ситуацию, надеясь, что начавший у нас доброе дело будет совершить. И я сильно озадачен на этом этапе моей жизни, чтобы поколение моих детей, дай Бог, чтобы жило в той Америке, в которую я приехал. Потрясающе. Так, друзья, пастор Сергей Головей был с нами в эфире. Каждое воскресенье 12.30 прямые эфиры на проповеди пастора Сергея Головей. Начиная с 16.00. Начиная с 16.00. Спасибо еще раз. 16.00 октября 12.30 тихоокеанского времени. Это восточного берега. 3.30. 3.30 это исткост. Поэтому присоединяйтесь к эфирам. Спасибо, пастор Сергей. Благодарю за возможность быть здесь, за возможность поделиться своим сердцем, просто порассуждать о том, где мы находимся. Итак, друзья, мы говорили и рассуждали, мы беседовали. Я всегда добавляю в этом случае вам решать. Давайте подходить к этому, как пастор Сергей говорил. Коленопреклоненно, молитвенно, искать Господа. Это самое основное, понимая, что мы не от мира сего. Мы не от мира сего. Нам дано и верено намного больше, чем быть гражданами какой-то страны. Абсолютно. Поэтому мы мыслим категориями вечности, вечной жизни, Царства Небесного, Его Святого Слова. Поэтому помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на «Импакте». Будьте благословены. Еще раз спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok